Здравствуйте! Картина, мир вокруг. Надо встать, чтобы все выловить на... Так, вот так, наверное, лучше. И вот так. Всё, работает. У меня потерялся лучший друг. Это произошло где-то в начале года. У нас с ним были одинаковые биографии. Мы с ним одинаково учились в примерно одинаковых военных училищах в одинаковой Сибири. Мы водили одинаковые машины и летали на концерт нашей любимой группы «Депешмот» одинаковые. Мы даже организовали одну общую компанию на двоих. И сделали там себе одинаковые доли в бизнесе, на что бы никому не было обидно. Но вот здесь-то всё и началось. Потому что, как выяснилось, при массе одинаковых вещей у нас была одна вещь, которая нас смогла озвучить. И вот уже восемь месяцев мы почти не разговаривали. Через твиттер только. Проклятие, знаете, такие опосредованные о жизни. Эта вещь называется картина мира. Эта вещь называется отношение к тому пространству, в котором ты живёшь. Эта вещь называется отношение к тому делу, которое ты собираешься делать. И я хотел бежать, двигать, достигать результата, и его больше не интересовал процесс. И я подумал, если так много вещей, которые нас объединяют, смогли быть разрушены одной-единственной вещью, разными картинами мира, видимо, это что-то очень важное, правда? И что делать, тем более, если вообще в мире так много всего похожего. Если похожи города, в которых мы живём, с плохими дорогами, горячей водой, которой нет летом, ну и масса других проблем, которые мы все знаем. Если так много всего похожего в компаниях, в которых мы работаем, или в вузах, в которых мы учимся, то что же делать, как гордиться тем местом, где ты живёшь? Что делать в этом месте, где ты живёшь? И что делать, если нет причин остаться в этом месте? На этой фотографии, поверьте мне, изображена очень красивая девушка, это моя старшая дочь Александра. Ей 18 лет, она чудесный ребёнок, с ней никогда не было ни малейшей проблемы, она очень внимательна к родительскому авторитету, к авторитету взрослых людей, и она всегда делает то, что ей скажешь, и не делает того, чего ей не скажешь. Здесь ещё более прекрасная девушка по имени Софья, ей вчера исполнилось 9 лет, она сейчас в боулинге с друзьями. Этот человек не будет делать ничего, и не сдвинется с места никакими угрозами, никакими авторитетами, ничем. Если она точно не будет знать, зачем это нужно делать. Если она будет знать, зачем это нужно делать, в 3 года она садилась в соматологическое кресло и лечила зубы без наркоза. Аплодисменты. А это Серафима. Ей в ноябре 2. И это чудо вообще не обратит на вас никакого внимания, если вы не сделаете что-нибудь типа... или что-нибудь ещё более активного, если вы не сможете завладить её вниманием. То есть просто ничего. Понимаете? Она будет делать вид, как будто у вас нет. Вернее, она не будет делать вид, у вас просто для неё не будет существовать. Единственное, что их объединяет, всех этих трёх девушек, это то, что они плачут, когда смотрят что-нибудь трогательное по телевизору. Помните Хатико, «Сам неверный пёс», да? Они начинают плакать, когда идёт просто анонс по телевизору, трейлер. Честно говоря, я тоже. Теперь мы сыграем в маленькую игру. Скажите, пожалуйста, эта половина зала, как выглядит Тарас Бульба? Он похож на Богдана Ступку? Отлично. Тем не менее, он похож на Богдана Ступку. Хорошо. А кто-нибудь помнит, как выглядит Штервиц? Он черно-белый. Вячеслав Тихонов. Почему он так выглядит? Как вы думаете? Потому что нам его показали в кино. Потому что мы увидели этих людей, как живых. Потому что на экране реальность, которая создаётся на экране, абсолютно неотличима от реальности, которая есть в жизни. Читателю необходимо воображение, чтобы в буквах представить себе отцеолу, вождя Семенолов. Телезрителю ничего не нужно. Он видит то, что происходит. А давайте теперь задумаемся над тем, что мы знаем о том месте, в котором мы живём, о той среде, в которой мы обитаем, о той, например, компании, в которой мы работаем. Что знают люди, которые работают с вами вместе о том месте, где они работают. Что знают люди, которые учатся с вами вместе о том месте, где они учатся. Что знают люди, которые живут рядом с нами о том месте, где они живут. Ну, конечно, на любой компании есть какая-то проходная, лифт, бухгалтерия, касса, куринка. В любом университете есть деканат, спортзал, столовая. А еще что-нибудь есть? Наверняка есть. Что мы знаем о том городе, в котором мы живем? Что там есть наш двор личный, есть соседний враждебный, остановка, магазин. Что еще? Окей. Вот эти вещи, о которых мы говорим, это как раз именно то, как выглядит наша картина мира. Как выглядит в нашем сознании, как вот Тарас Бульба или Штюрец, мир, в котором мы живем. Мир, в котором мы учимся, в котором мы работаем, в котором живут и учатся наши дети, наши родные, близкие. Мы несколько лет назад создали очень успешную компанию, которая занимается тем, что производит картины мира. Мы думали, что мы делаем кино, а выяснилось, что мы делаем картины мира. Почему? Маленький пример. Есть такая очень большая компания Никомет, все, наверное, когда-нибудь пили их таблетки. В этой компании работает огромное количество несчастных людей. Представьте себе ангелов, которые сами себе отпилили крылья, бросили их и живут с этим. Представили? Вот примерно так выглядит масса сотни тысяч людей, которые работают в этой компании. Это врачи по призванию, это люди, которые закончили медицинские институты, университеты. Это люди, которые готовились с детства посвятить себя этому чудесному занятию, спасать людей. Но в силу каких-то причин, может быть, мало зарабатывают, может быть, еще чего-то, они оставили это дело и теперь приходят в те же поликлиники, в те же больницы и в другие медицинские учреждения и рассказывают своим бывшим коллегам о новых препаратах компании Никомет. Они рассказывают об этом людям, которые их презирают. Потому что медики не изменили своему призванию, а эти изменили. Они приходят в то место, где люди нуждаются в помощи, но они не в силах оказать эту помощь. Их не очень любят слушать, потому что врачам есть и без того, чем заняться. У них под кабинетом сидит огромное количество людей, ожидающих их помощи. Они их забывают через 5 минут после того, как они выходят из кабинета или даже раньше. И вот для этих несчастных людей компания Никомет решила разработать систему тренингов, в которых решила научить их, как нужно более эффективно общаться с врачами, как нужно более эффективно рассказывать о препаратах, чтобы повысить продаж. Но сотрудники компании Никомет сказали, а мы не торгаши, мы в общем врачи по призванию, мы не пойдем на наши тренинги. Более того, внутри компании на уровне топ-менеджмента не было единства, отговоренно того, нужны ли тренинги или не нужны. И вот в этой прекрасной обстановке атмосферы они пришли к нам с просьбой сделать какое-то видео, которое продвигает эти тренинги. Мы пошли другим путем, как завещал Владимир Ильич Ленин. Мы не стали делать фильм о тренингах. Мы сделали фильм о том, что люди, которые работают в компании Никомет, точно так же продолжают спасать человеческие жизни. Потому что если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то у доктора, который с утра до вечера занят помощью больным, просто не хватает порой времени для того, чтобы почитать что-нибудь о том, куда движется отрасль, как разрабатываются новые препараты. Они действительно разрабатываются. Мы показали этим людям последствия удачного, хорошего визита к врачу. И неудачного. Когда болезнь сорвала планы, когда болезнь разлучила близких людей и так далее. Мы, по сути, показали в этом фильме, что люди, которые работают в компании Никомет, делают огромное важное дело. Они по-прежнему продолжают спасать человеческие жизни. Но просто немного в другом качестве. Нам звонили из зала, где шел этот фильм, с острова Сардиния, и говорили, что люди в зале плакали. Просто потому, что никто никогда не сказал, что они делают хорошее, важное дело. Потому что все время говорили о том, что компания Никомет состоит из планов, из цифр, из производства, из маркетинга, из новых разработок и так далее. Вот эти самые эмоции, которые заставляют рыдать моих трех дочерей таких разных, эти самые эмоции, которые вызывают или не вызывают у нас место, где мы работаем, где мы учимся или где мы живем, сделали хотя бы, я думаю, одного-двух людей, но немного счастливее, чем они были до того в компании Комет, а нам принесли бронзовую медаль в фестивале в Нью-Йорке. Вот маленький кусочек этого фильма. Жизнь бывает очень разной. Жаль, что жизнь — это не кинопленка, которую можно отмотать и начать сначала. Достучаться до врача, который всегда занят. Найти правильные слова. Отличаться от других. Быть услышанным. Медицинский председатель — это главный человек, который обеспечивает под существу бизнес компании Никомет. Это тот человек, который на передовой при работе с врачами. Который обеспечивает связь с клиентом. Это самое главное, что есть у компании. И в конце концов, это целая жизнь. Это как раз те самые люди, топ-менеджеры, которые враждовали внутри компании. На экране этого не было видно. Правда, они сошлись во главном. Они сошлись в общем о том, что действительно этот самый главный человек. Медпредставитель. Когда к нам пришла другая компания из города Новосибирска и попросила нас сделать фильм, который поможет продавать квартиры, мы сделали фильм «Город, где я, Новосибирск». Кто-нибудь видел этот фильм? Мы не стали рассказывать о том, какие замечательные квартиры строит эта компания. Мы решили рассказывать о том, в каком городе мы все живем. И что наш город отличает от других городов. Мы попытались найти в нашем городе какие-то черты, которые заставили бы каждого из нас гордиться городом, в котором мы живем. Мы рассказали, что наш город возник благодаря тому, что в нем построили мост, и поэтому жизнь в нашем городе напоминает жизнь на мосту. Приехал, уехал. Как дела? Давай пообедаем. Давай через месяц. Давай, как жизнь, хорошо, а ты где, а ты чего добился, а ты куда поехал и так далее. Мы рассказали о городе, в котором борются противоположности. Это академичный, спокойный, задумчивый академгородок и бешеный город Новосибирск, фабрично-заводской, жесткий, серый, некрасивый и резкий. А еще мы сказали, что в нашем городе нет потолка и стены. Это правда. Потому что в этом городе, в нашем городе, живет огромное количество людей, которые понимают одну очень важную вещь. Когда вы будете рассказывать, что побывали в некрасивом городе Новосибирске, не упустите из виду важную деталь. Каких-то сто лет назад здесь не было ничего. Вы представьте себе полтора миллиона населения, которые за сто лет сюда приехали с чемоданами, с сумками, со шкафами и поселились. Сюда приехало невероятное количество интеллигентных и умных людей. У меня вообще было ощущение первый год, что здесь нет коренных жителей, что все, как и я, приехали. Откуда-то, собственно, так оно и было. Каких-то сто лет назад люди приехали сюда, вырубили лес на берегу Аби, построили мост и началось. Движение, движение людей, приезжают, уезжают. Приезжают жить, приезжают учиться, приезжают работать в городе, потому что он дает достаточно много возможностей, этот город. Город, который родился благодаря тому, что здесь появилась железная дорога. Каких-то сто лет назад... Итак, какую же вещь понимают люди, которые живут в нашем городе? Почему в нашем городе такое огромное количество компаний, которые родились вроде бы как в Сибири, очень далеко, а стали мировыми брендами? Сегодня перед нами выступит пара таких людей. Почему в нашем городе появляются люди, которые строят, ну, такие, действительно делают какие-то большие, великие дела? Вы знаете почему? Они все говорят об одном, как под копирку, кого не спроси. Они говорят, потому что мы как Япония. У нас ресурсов ноль, то есть, а мозгов очень много. Если бы мы были нефтяной столицей, или угольной столицей, или хлебной столицей, или лесной столицей, я вас уверяю, жизнь в Новосибирске сводилась бы к тому, чтобы перераспределить источники леса, угля, нефти, газа, или еще чего-нибудь, и как можно дольше этим володить, выкачивая, пока не отобрали. У нас этого нет, к счастью. У нас есть мозги, у нас есть понимание одной очень важной вещи. Вещи, которая заключается в одной простой мысли, которая меня, честно говоря, поразила, когда я до нее додумался, о том, что Господь не зря створил землю шаром, потому что у шара нет краев, потому что где бы вы ни находились, в Новосибирске, в Томске, в Кемерово или еще где-нибудь, от вас можно начинать отсчитывать центр земли, и вы можете двигаться в любую сторону, вы можете, а можете стоять на месте и превразовывать мир там, где вы находитесь. Не важно, в каком месте мы живем, важно, что мы можем или что мы хотим дать этому миру, который нас окружает. В наших фильмах, в нашей работе мы абсолютно счастливые люди, потому что мы никому не врем, мы показываем то, что есть. Мы находим и вытаскиваем, просто подсвечиваем то, чем можно гордиться в своем городе, в своей компании, в своей семье, в своем учебном заведении, где угодно. То есть земля состоит не из географических точек, не из точек на карте, где лучше или где хуже. Земля состоит из людей, которые хотят или не хотят двигаться, хотят развиваться или не хотят развиваться. Этой простой мыслью я и заканчиваю свое выступление. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ